23 том книги открытым оком вопрос на 3539 тема община если вы лично знали орлова н.ф. ставшего в одночасье митрополитом антонием и при том московским и всероссийским прямым наследником митрополита виталия с которым у вас были теплые отношения то не лучший ли вариант для вашей общины был а стоит и остается чтобы примкнуть к орлову отвечает игнатий тихонович лапкин факторах несовместимости в нашей в нашем тендеме зашкаливает мы-то рады бы быть с ним но он нас изна изничтожит в то же самое одночасье не ведет нас до нежитий и то что он быв тогда безбородым здесь сделался таким образцово показательным по внешнему виду может радовать только обрядоверцев с нами все намного сложнее для орлова патриота наиглавнейшая в его деятельности восстановление монархии в россии славе петра первого отстранение коммунистов повсеместно запретом к компартии как фашизма и процветание всего чем живут патриоты мне это не претит нисколько и я о том могу только просить господа бога но мы видим исполнение всего только и единственно через возрождение свыше через живое благовестие евангелия через уверование каждого в иисуса христа если бы он приехал к нам в гости я был бы рад но его приезд должен быть скромным без претензии на изничтожение нас а у них идет дробление отторжение всех кто не так как они мыслит даже по политическим вопросам на сегодняшний день зная те заседания на которых за что кого-то отлучали я вполне подошел бы к поверженным ими но не духовный работник он не духовный работник и конечно же когда у него дома решался вопрос о его разводе с женой хотя в гражданском браке он и состоит вроде бы то думаю так что и сыновья его и дочь были за него он это сделал исключительно по добрым мотивам видя что зарубежная церковь вернее ее конструкция клонится влево и он решился на такой героический шаг не будучи совершенно к тому подготовленным взяться за восстановление скинии падшей но в вопросах объединения нужно быть очень внимательным к тому что уже есть и не быть динозавром и мастодонтом чтобы не быть калифом на час конечно он постоянно мог повторять ах опоздал слишком уж поздно слишком поздно такие как орлов никита поднимают из окопов в атаку и и берут крепости ему бы измаил штурмовать но здесь когда остались разрозненные часто очень обозленные на все и вся как с ними работать и к чему их призывать вот и с черкасовым георгиевским уже не поладил зная обоих я ничего другого и не мог ожидать мне видится так что за время своего правления никита антоний больше напортил чем ввел в жизнь что-то из конструктивного созидательного в духовном плане запутавшись в поисках врагов и зациклившись на жидомасонах он в раз сделался бы близким к запрету и к уже протащенной евреями статье об уголовной ответственности за экстремизм а при допросах и при арестах едва ли около пяти процентов из нынешних горлопанов останется верен своей идее там это быстро улетучивается в тоске и одиночестве в покинутости и бесперспективности в жалости к себе нынешнего митрополита антония в этом плане уже не переделать у него за плечами опыт борьбы с коммунистами и опыт весьма солидный он знает их лживость и кровожадность и с этим запасом знаний приехать в россию где еще лжедемократическая власть дышит на ладан воистину надо быть патриотом земли русской в россии же нужда нужда не в патриотах а в благовестниках не в ли не в личных встречах с орловым не по был не по публикациям о нем нигде не видел что это рожденный свыше человек родная родня апостолу павлу никита очень легко шел на разрыв с человеком по самым маленьким вопросам и уже считал его почти за врага как и было со мной когда он разобиделся на меня единственное за то что я с его дочерью татьяной заехал к отцу александру миллианту чтобы поблагодарить того за присланные им для нас его брошюра книга экклесиаста седьмая глава 21 по 23 стихи поэтому не на всякое слово которое говорят обращай внимание чтобы не услышать тебе работу тебе раба твоего когда он злословит тебя ибо сердце твое знает много случаев когда и сам ты злословил других все это испытал я мудростью я сказал буду я мудрым но мудрость далека от меня гарантии того что уцелеть среди смятений разных катавасий но у кого ни у кого расставил дьявол сеть и дергаться попавшимся напрасно не так пойдет строительство дорог не там рванет знакомый динамит и не отмеченной на карте выпрет рок из-под воды бигфордов шнур дымит не обиходить любящих невест и женами женам не пом не помогает храбрость такая круговерть что не дает присесть заразные микробы в нас пробрались вдруг несогласие по мелочным вопросам такая шелуха что только ахнешь казалось разрулить все это просто но шепотом под окнами и сбоку шашни испытана в прошедших поколениях дотошно подтвердилась сотни раз не примирит героев даже смелость когда в сердцах чужой огонь и страсть закон евангельский под авторством христа влечет к небесному на высшую ступень как хорошо успеть под тень любви попасть и до заката дня гнев потушить успеть невыполнимая тот час преобразится когда молитву подкрепить постом из-за прощения воздаться всем столицей на аллилуйю переменит стон смирение мать у радостных известий для добродетелей находит к сердцу доступ он напряжение от напряжения сосуд греха не треснет и черепки не выбросит к погосту гарантии нет нигде и ни на что но бог гарант библейского закона себя отвергшийся в нем нового найдет испробует рецепт усвоит и запомнит 21 октября 2007 года игнатий лапкин